МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Сайгез. Сегодня мы говорим об экспатах, высококвалифицированных иностранных специалистах, работающих в Казахстане. Как живется у нас хорошо оплачиваемым трудовым мигрантам? Сколько лет вы находитесь в нашей стране, в Казахстане? И, если можно, коротко историю вашего появления у нас. Лора, пожалуйста. Спасибо, добрый день. Ну, я переехала в Казахстан вместе с мужем, с маленьким тогда ребенком, уже больше 8 лет назад, в связи с его работой. Лора Кеннеди – программный специалист отдела социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО ВРК. У него была какая-то специальность, особенно с СНГ, постсоветское постранство, и его ферма просто принимала решение, больше там не работать с Москвой, с Россией. И у нас тут был знакомый, и он сказал, если вы хотите очень классное приключение новое, приезжайте в Казахстан. И мы согласились. Спасибо, Жигер. Да, я после 98-го года, после окончания учебы в Соединенных Штатах, Гарвардского университета. Жигер Женабел – профессор, доктор исторических наук, выпускник Гарвардского университета. Я прямо сюда приехал. Я назад вернулся, откуда я туда отправил. После 10 лет учил в США. Это мои исторические родины. Я после сколько лет, по-моему, уже 13 лет здесь прожил. Да. Да, но русский потихоньку сейчас учусь. Очень важный язык. Спасибо. 13 лет в Казахстане. 13 лет, да. Спасибо. Джессика. Это мой третий год в Казахстане. Я проехала работать волонтером Корпуса мира, государственной программой. Два года по контракту работала. Хотела еще год добавить, потом Корпус мира не ожидали, закрылся. Но я осталась здесь работать в Алма-Ате. Джессика Говард – бывший волонтер Корпуса мира в Казахстане. Лора и Жегер, вы все-таки здесь работаете уже давно. Вы считаете себя полноценными экспатами, обеспеченными, вот, как высококвалифицированные специалисты, всем, что необходимо, и даже больше этого? Или все-таки вы еще чувствуете себя просто иностранцами, которые здесь работают? Пожалуйста, Жегер. Вы знаете, мне такое смешное ощущение, очень интересно. А от другой стороны, я могу сказать на казахском, мы казахскими только, вы знаете, со сильным акцентом так разговариваем, да? Я ощущаю, что такое казахство. Но они постоянно говорят, вы откуда? Вы откуда? Вы казах, ну откуда ваш сильный акцент? Ну, я скажу, откуда. И потом на другом стране, я, вы знаете, недавно стал ощущать, что русский язык очень важный. В частности, в Алматы, если вы не говорите, так умеете говорить на русском, то вы не здесь вообще никто. Лора, как ваши ощущения, вы иностранец, приехавший сюда работать, или вот экспат, уже такой, окруженный вниманием правительства и работодателем местных. Как ваши ощущения? Ну, у меня также вот такие смешанные такое, ну, ощущения. Вот, в-первых, я иногда чувствую себя тут как местным. Я уже тут так, люди меня принимают, вот, очень часто как местные, вот, добрые, открытые люди. То есть, если вы можете с ними разговаривать, я живу в обычной квартире. То есть, я не хочу быть изолированным, да, от людей, поэтому я очень редко чувствую себя экспатом, как вы говорите. А чаще всего как, ну, как местная или как американка, которая здесь работает и общается с людьми. Мои дети тоже вот влияют на ситуацию, потому что они тоже прекрасно говорят по-русски, они играют с местными. То есть, мы как-то, у нас есть вот такая простая жизнь. Как большинству специалистов иностранных, приезжающих в Казахстан, просто иностранцам без особой подготовки, все же удается здесь работать, зарабатывать, ну, не зная практически языка, местных условий, ментальности. Джессика, как вы считаете? Ну, есть такие, конечно. Есть такие. Ну, это вообще жалко, потому что зачем, ну, вот мы, которые любим путешествия, мы знаем, что это чувствует страна, чувствует культуру, надо люди знать, надо язык знать, надо культуру учить. То есть, готовиться, да? Готовиться. Я, честно, когда первый раз проехала, я русский вообще не знала. Еще с ошибками говорю. Я вот родители ничего не знала, но я старалась учить. О, я этот, постоянно, вот местный блуду, хотела этот, пробовать. Постоянно, вот, даже с ошибками я хотела, старалась говорить. Я хотела учить, хотела. У меня много вопросов были, я двери нету. То есть, надо быть любопытным, чтобы познавать страну. Конечно, и завтра надо язык учить. Спасибо. Как ваши ощущения? Ну, вы знаете, я, честное слово, я вот 90, 90 год, 1990, 1990 год, первый раз приехала, когда вот только распад, перед распадом Советский Союз. А мне так, вы знаете, везде так меня приглашали, как дома, как гости. Я, вы знаете, так нигде нет в мире. Это много, как Джессика и Лаура, да, Павел, никогда не ощущали, как народ Советский Союз, так добродушный, так гостеприемный. Это чужой на улице мне видит. А что у тебя эксцент, у тебя не местный. Давайте приглашаю тебя дома. Мы чай попим, казах, бешбармак. Вот, ты сейчас, за один месяц, я как, пошлили. Так, вы знаете, я после, вот, 20 лет назад, после 90 год я решил, так, это мое постоянное место, жительство. Это будет постоянное место жизни, да? Да, да, да. Я хочу вот здесь. Здесь можно и без языка, и без ничего. Ну, народ, вы знаете, вот, они очень, как простой народ, они очень, как дружный. Спасибо. Честное слово. Спасибо. Лора, вам было легче, я так понимаю, супруг, вы сказали, он что-то знал о Советском Союзе, да? Да. Занимался, и как это помогло? Естественно, помогло. Вот, и честно скажу, вот, он работает сейчас для американской фирмы, для американской компании здесь, в Алма-Ате, и очень много из его сотрудников не знают русский. И действительно жаль, да, вот, мы все разговариваем по-русски, но вокруг все англоговорящие. Вот, тут очень многие очень хорошо говорят по-английски, и, конечно, это делать ему легче, но другим хуже, потому что вот они тогда, у них нету контакта с местными, вот так как другие, да? И, конечно, есть самые разные иностранцы тоже, есть иностранцы, как мы, да, мы любим, вот, язык, любим общаться, и есть, которые хотят только вот как-то фокусироваться на работу, зарабатывать. Даже сегодня, да? Сегодня, да, конечно, есть самые разные, но они по ротации здесь на два года, на три, и все, поэтому нету такой инвестиции, что и желание просто вот как-то больше знать. Они живут, зарабатывают и уезжают, но мы немножко другие. Я уже 22 года живу в Израиле, и хотя я изрультянин, и 22 года я там живу и работаю, и уже могу сказать, что я достаточно знаком с этим обществом и со стороной, и испытываю очень добрые к ней чувства, но все равно там я больше иностранец, чем здесь. Самое вот такое приятное, положительное для меня, положительное качество этой страны, этого города вообще, это были люди, они здесь еще, вот я помню свои первые впечатления, они оправдываются каждый день, мягкие и открытые. Для меня это одно из важнейших качеств, открытость людей, способность воспринимать, не просто новое, а вообще готовность воспринимать. На западе Казахстана, в других регионах уже были трудовые конфликты, когда казахстанцы говорили о том, что вот мы получаем совсем другую зарплату по сравнению с экспатами. Как вы считаете, вообще может ли существовать равенство зарплат, возможности в компаниях, но в первую очередь с иностранным участием? Лестик, как вы думаете? Ой, я, надо немножко подумать. Я честно, это мой третий год здесь, я всегда зарабатывала как местный. Я вот как экспат, деньги не получаю. То есть получали так, как местные люди получали? Да, я могу нормально жить. В Таразе, конечно, я в Таразе жила, немножко тяжеловато было. А сейчас удобно, но не слишком много. И, ну, потому что я так зарабатываю, я чувствую себя, ну, как член общества здесь местный. Этого хватает на жизнь? Да, это хватает. Спасибо, спасибо. Лора, а как вы считаете? Ну, я считаю, что все в динамике, да, вот я вижу, что есть процесс. Я, когда приехала 8 лет назад, я бы сказала, я, может, ответила бы по-другому. А сейчас я вижу очень много местных, которые намного больше зарабатывают, чем я. И, конечно, зависит от организации, прибылной организации, неприбылной, вот государственной, негосударственной и так далее. Но я думаю, что есть уже, мы уже видим, да, вот случаи, где местные и иностранцы вот одинаково зарабатывают. Поэтому мы уже как-то уравнились с тем. Наши местные коллеги почти вот до иностранцев сейчас вот работают вот на таком уровне. Спасибо. Ну, Жигер, вы, наверное, в курсе, как и все участники программы, что есть казахстанцы, которые вошли давно уже в список миллиардеров по версии журнала Forbes. Ну, как вы считаете, вот здесь равенство может быть... Они получают не в два раза, а в три раза ниже, чем это иностранцы. А здесь вообще непонятно, как механизм этот работает здесь, вообще непонятно. Если они, знаете, Лаура, вы согласны с вами? Если у них такая ровная квалификация, а что они не должны быть, так получается, зарплата одинаковая с иностранцем? А почему здесь? Я ощущаю, что немножко такая дискриминация из компании. Может быть, я не специалист, а человек отлично понимает этот вопрос. Но постоянно читаю, читаю эту газету, как оппозиционные, государственные, в виде газет. Мне получилось как неплохое ощущение. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Один момент. Конечно, есть противоположная тенденция, что тут тоже нанимают из разных стран Центральной Азии дешевле, чем казахов. Так что они тоже иностранцы, киргизы, узбеки и так далее. И они тоже здесь нанимают дешевле. То есть есть такая противоположная тенденция тоже в работе. Ну, я думаю, что это вопрос подготовки специалистов и процесс, да. И я думаю, что через 10, даже 15 лет, может, как-то ситуация будет ровнее. И равняется постепенно, мне кажется. Спасибо. Отойдем от экономики, вернемся к текущей жизни, повседневной жизни вашей в Казахстане. Что, по-вашему, преобладает в отношении местных жителей, казахстанцев, к иностранцам, работающим здесь? Недоверчивость, допустим. Или наоборот, какая-то чрезмерная доверчивость. Скажем так, пиетет, есть такое слово, да, преклонение. Вот человек, иностранец, не говорит на нашем языке. Давайте его носить на руках. Как вы считаете? Ну, Джессика, как у вас опыт? Ну, я два года в ауле жила в селе, и там этот, я как съезда была, все, о, американка, давай, иди домой, давай, иди домой, давай, иди, за меня бегали, вообще, интересно было. Ну, раз вас звали к себе домой, значит, вам доверяли. Ну, конечно, да. И я сюда переехала недавно, это, вообще, по-другому, это, я уже не интересная, я, я, как это обычно, да, везде, это американцы, везде, это странцы. Но, тоже, это, я чувствую, что, вот, коллеги, они все местные, они, я чувствую, что они уважают, что у меня есть, вот, навыки, я знаю свою, свою работу, свою профессию, и, может, не пригласить домой постоянно, как в ауле, но, тоже, я чувствую себя комфортно, как будто я, ну, как сказал, как член этого отчества. Спасибо. Жигер, ваше ощущение? Ну, мое ощущение, вот, как вы знаете, я казах здесь, без разницы, они же американцы, да, они американцы, а американцы. Ну, американцы тоже могут быть казахами. Ну, у нас такая разница большая, так я здесь вообще не ощущаю свои чужие, и народ, на улице, и где-то вообще, не они, это мне, а вы откуда, и так, нет, 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 у нас не так. Просто у нас, по-моему, мне так немножко, так, акцент, так, потому что я родил и вырос в соседней стране, да, вот, и так много места так побивал потом, и позже приехал сюда, и это уже нормально, да. Ну, знаете, народ у нас, как вот Джессика хороший вспомнил, сначала они так очень добрый, душный, ой, откуда-то еду, хорошо, давайте вернем. И потом сразу резко упадает, вот, как я говорю, это, теплое-то к вам, а вы обычные, что вы так, иностранцы, вы просто люди. Тогда мы общаемся с вами, как просто принцип, люди, человеческий принцип. И потом, я думаю, что это хорошее, что вы знаете. Лора, Джессика, к вам, как гражданкам США, вопрос о выборах, у вас предстоят президентские выборы в стране. Вот у нас в Казахстане прошли в прошлом году досрочные президентские выборы, затем в этом году парламентские выборы. Вот что вам показалось любопытным в организации избирательного процесса у нас в Казахстане? Компания, это вот, особенно вот президентские выборные компании, вот, да, вот, это стало как театр. Это вот через черт, столько дебатов, столько вот, столько рекламы, столько гряз, да. И мне, честно говоря, приятно быть здесь, в Казахстане, как-то вот мне не нужно было. Я смотрю, я, конечно, смотрю вот по интернету, CNN, BBC и так далее, смотрю вот все, что происходит. Но мне кажется, что это через черт много, да, вот много дебатов, много вопросов, много вот этих, много денег, да, в первую очередь. Вот это очень дорого. Ну, у вас, конечно, спокойнее. Вот дебатов, по-моему, не было. А, ну, как-то, опять же, все потихоньку в процессе. Ну, можно вопрос после вашего... Да. Мы мнение джессики, что-то, потом же. Я, честно, этот, в прошлом году в ауле жила, этот, я чувствую себя, и я помню, как мои соседи, мы все немножко, этот, далеко от этого. Мы все, мы жили вот каждый день, это самое главное, что там во сене, что там в Алма-Ате, вот это, на этот уровень, это уже нам не так интересно. В ауле прожить сегодняшний день уже хорошо. Я не могу сказать, что это только в ауле, но просто этот, самый главный, вот, что у нас есть сейчас, как мы сейчас живем, и вот, вот это билеты, как все на телевизор показывали, мы издалека смотрели. Ой, я издалека смотрела, а мы все, о, интересно, посмотрим. Спасибо, спасибо. А вы следите вообще за политической жизнью в Казахстане? Ну, скажем, вот, парламент у нас новый был избран, или, может быть, вас что-то другое интересует? Ну, Жигер, давайте с вас начнем. Ну, Телеген, вы знаете, я здесь более 10 лет здесь проживу, и наблюдаю, как ответственные граждане здесь, да, я каждый день все газеты прочитаю, про новости прослушаю. Здесь мне последний выбор немножко не как раздражал, раз, расстроен. Парламентский? Парламентский. Вот, я не знаю, это правда или нет, через азарт радио, так я один день, прекрасный день открыл такой сайт, и видел, что тут девушка, которая на руках, а не в руках, 10, как говорится, балоц. А, бюллетень. Бюллетень. Она вот просто так, бюллетень, ящик, 10, одна девушка. И это правильно только такой один инцидент из всех. А почему я так не знаю, почему я не знаю, что вы говорите, почему так наша славянная нуротана, я думаю, что народы сразу за нуротан, если после этого, если так процесс. Может быть, это местный орган, или кто-то индивидуальный, кто-то человек так сделал, не без внимания, не без намерения. 10 бюллетень за один, а там много. Спасибо, спасибо, Жига. Ну, что-то вас интересует во внутрополитической жизни, что это привлекает? Ну, честно признаю, что вот, может, я не знаю столько, что должна знать. Ну, у нас дебаты есть вот за столом на работе, да, вот я слышу то, что коллеги, ну, они обсуждают, дебатируют, правильно, неправно, верно, неверно, и все. Это интересно, но мне, для меня лично самое интересное, что похоже, что есть какое-то движение, есть какой-то прогресс. Если, может, 5, 6, 8 лет назад, как-то люди, может, не до такой степени интересовали. Сейчас они очень открыто, и как-то, ну, есть живые дебаты между коллегами, и это очень хорошо. Спасибо, Джессика. Ваше наблюдение. Вот уже, как я сказала, я в селе жила, и немножко это по-другому жила. И, если честно, когда я хотела что-то узнать, тяжело узнать, что-то случилось в городе, например. Я смотрела, с кем-то разговаривала, ищу информацию, и везде разные. Бывает один случай, может, это по-другому считается разным. Это газеты, или на радио что-то говорят, потом соседи по-другому что-то говорят. Я чувствовала, что это что-то все круто заезд, вот этот, есть медиа, да, медиа. С средством массовой информации. Но я не пойму, как это, как это зайти, как понять. Жигер, ваша история очень интересна. Вы, как уже сказали, Оралман, наш... Ну, я не люблю это слово, но... Да, соотечественник, сейчас правильнее говоря, да, это уже другой официальный термин из Китая. И в то же время, сейчас, сегодня вы уже, ну, статусом экспата обладаете в образовательной сфере, с дипломом Гарварда, престижного западного университета. Вот, какое ваше главное ощущение, вот, сейчас на родине? Это очень необычная история. Спасибо, Телегоний, спасибо студию, что у нас представили так хорошую шанс высказать свое мнение. Вы знаете, я наблюдаю за 10 лет отрывания между самый высокий, так, ниже, так, исполнительный орган, и так высокий, как самая верхность. Элита? Элита. Ну, ясно, что у нас хорошая политика, президент. Я за президентский политик. В частности, что касается Оралмана, да, вы что сказали? Ну, Оралмана, давайте попозже, Оралмана. Я думаю, что президент и наш парламент, да, сначала, они вкладывали так много денежных средств, и так много сделали. Ну, где этот денег сейчас потерял, где, мы не знаем, где. Именно это я ощущаю, что такой Оралман, да, Оралман не должен быть, получается, постоянная поддержка из государства, и денежные средства, и, как бы, денежные средства. Вы здесь, раз вы приехали, переехали, вы должны работать. Не надо что, постоянно попросить государства, что вы мне дать, я здесь, ваша, как Оралмана, я казах, приехал сюда. У вас есть огромная страна, наверное, я думаю, есть 10 или 15 раз больше, чем в Италии. Место у вас есть. И иногда, типа, где я живу сейчас, маленькая дорога, которая, два машины, трудно. Но я думаю, почему так? Я рождею в Сицилии. И я через два генерационных, которые старые генерационные, новые, я типа, типа, мост на эти два генерации. Просто есть какие-то принципы, которые у нас в Сицилии мы не потеряли, типа, культура на дружба, культура на семья. Да, и настоль, еда, ведь то же самое. Я пару раз гост на казахской фамилии, но я не говорю, что сейчас есть пара ресторанов. Вот там все полное, ты можешь накушать. И по этой теме, я думаю, практически мы, типа, типа, одинаково, вот. У нас есть еще, Джессика, вопрос к вам. У нас разные, вот видите, какие-то личные истории интересные. И у вас, насколько мне известно, в ауле вдруг появился казахский парень. Это, я думаю, очень романтично, очень интересно. И было бы очень любезно с вашей стороны немножко рассказать об этой истории. Пожалуйста. Первое, хочу сказать, что я это не искала. Я не делала, я тоже, я хотела хорошо поработать, потом по контракту, потом домой поеду и дальше учу, и потом, может, замуж. Ну, посмотрим. Ну, так получилось, что у меня этот парень здесь. Я это не искала, но меня нашел. И мы этот... Джигит. Да. Раз нашел, значит, Джигит. Вот, как с Джигит. Как с Джигит. Вы на русском или на казахском, или на английском разговариваете? Ну, это, в общем, все на русском. Стараемся на казахском и немножко, этот, по-английски. У найма сезги казах? Ага, ведь нет. Ну, да, в казахском языке, ну, кунахжай, Джакси. Ал, как с�5-худр, сезги? Ага, нет. Как сц3-худр? Как сц3-худр? Как сц4-худр. Как сц3-худр? План? План? Джоспар. Джоспар. Ага. Казахстан. Субтитры подогнал «Симон»